С тех пор как деспот, такой титул носили сербские правители, Стефан Лазаревич в 1403 году дал Белграду статус столицы, в честь обновления и процветания город взял себе в качестве славы празднование духовных именин, вознесение Господне, спасав Дан. Старая заветная слава символически указывает на подъем, вознесение, возрождение города из пепла и неуничтожимую надежду и веру в будущее. Празднование городской славы иногда прерывалось, потом снова возрождалось, таким образом выдержало самое надежное испытание на прочность, испытание временем. И в этот раз в соответствии с древним обычаем крестный ход через весь город возглавил святейший патриарх сербский, его святейшество святейший Ириней. В шествии участвовали градоначальник Белграда Синиша Мали, члены Белградского овеча, городского совета и многочисленные горожане, как знаменитые, так и самые обычные белградцы. Крестный ход имеет установившийся маршрут. Символический круг литии замыкается во дворе Вознесенского храма. Первая остановка, традиционно для моления о здравии белградцев, происходит около Теразийской чесмы, знаменитого фонтана между гостиницами Москвы и Балкан. Вторая остановка около Соборной церкви для молитвы о спасении от страданий, за мир и благоденствие. И третья молитвенное стояние за упокоение душ всех павших героев Белграда происходит во дворе Вознесенской церкви перед Гранитным крестом. Интересно также, что город имеет своей покровительницей и Пресвятую Богородицу, которой деспот Стефан Лазаревич посвятил Белград. Историки, религии и этнологи согласны в том, что слава, празднование славы или крестного имени, больше сербская народная, нежели церковная традиция. По преданию, эта традиция была введена, установлена святым Саввой, первосвятителем сербским и прочно вошла в жизнь сербов уже в 13-м столетии. Продолжение следует...